Здравствуйте, прям в эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. На прошлой неделе в Твери состоялась важная встреча, на мой взгляд, очень важная. В бизнес-центре Тверь прошла встреча руководителей предприятий нашего региона, который назывался «Лидер» промышленности Тверской области. Они обсуждали такой вопрос, как автоматизация производства. Ну и в целом вообще шел разговор о проблеме рабочей силы, точнее, нехватки. О чем именно шел разговор, а самое главное, к чему пришли. Об этом мы сегодня поговорим в студии. Хочу представить гостей нашего эфира. Начнем с прекрасных дам, конечно же. Это Елена Голубева, коммерческая директора предприятия по металлообработке «Металл-Х». Добрый день. Здравствуйте. Наш постоянный гость Анна Рыбакова, генеральный директор нашего предприятия «ТЖБИ-4». Добрый день. И у нас сегодня им компания составляет мужчина, Игорь Антипов, руководитель отдела целевого финансирования фонда развития промышленности Тверской области. Добрый день. Добрый день. Вы, дорогие телезрители, можете звонить по телефону 3190. Что вы думаете вообще об этой проблеме нехватки рабочей силы? В частности, на ваш взгляд, спасет ли отца русской демократии, в данном случае, наша промышленность, автоматизация? Поэтому 3190. Игорь, ну начнем все-таки с вас. Ваша структура организовала диалог. Почему? Ну, давайте начнем с того, что для нас это мероприятие является регулярным. То есть раз в квартал мы всегда собираем наших промышленников на территории центра «Мой бизнес», проводим, скажем, тематические мероприятия. И непосредственно в первом квартале 2024 решили концепцию сделать автоматизацию, роботизацию промышленных предприятий. Почему выбрана такая тема? Мы, скажем так, находимся на земле и регулярно взаимодействуем с компаниями. И на первом месте стоит сейчас у всех абсолютно, будь то это металлообработка, будь то это железобетонные изделия, будь то это легкая промышленность, пищевая. Это дефицит рабочей силы. Наверное, один из ключевых факторов этого дефицита – это демографический провал, а также непопулярность технологических и технических специальностей. Соответственно, мы собрали лидеров нашей промышленности, это руководители и владельцы крупного бизнеса, чтобы обсудить эту проблематику. Пригласили экспертов, тех, кто занимается непосредственно разработкой и внедрением различных систем автоматизации. И, скажем так, сделали некоторую кооперацию, наладили диалог. Вот, скажем так, не готовясь к сегодняшнему эфиру, но для другого мероприятия статистику сегодня собрал. В промышленности мы видим существенное снижение занятых людей, то есть со 104 тысяч человек в 2021 году до 102-х в 2023. Но, несмотря на это, и благодаря, в первую очередь, автоматизации производств, мы видим, что у нас внутренний региональный продукт вырос с 629 миллиардов до 680 миллиардов. По результатам 2023 года. Вот, соответственно, наверное, хотел бы я услышать обратную связь от участников непосредственно мероприятия, организованного нами. Вот, насколько это было полезно. Ирина, может, я вам уступлю? Хорошо, спасибо. Мы, к сожалению, не участвовали в этом мероприятии, но обязательно воспользуемся вашим приглашением в следующий раз. И да, я соглашусь с тем, что последние два года, особенно остро, дефицит кадров, это проблема номер один, особенно для нас, для промышленных компаний. И особенно для компаний, занятых в реальном секторе экономики, как мы, производства. Мы работаем в сегменте машиностроения и, конечно, столкнулись с беспрецедентным дефицитом кадров. Наряду с той статистикой, которую мы тоже постоянно отслеживаем, уровень безработицы находится на минимальном уровне, на уровне 2,9% за последние 25 лет, в соответствии с исследованиями регуляторов. Но дефицит кадров острейший глобальный. Я бы хотела немножечко коснуться темы не автоматизации, немножко не с нее начать. Безусловно, мы согласны и мы думаем очень глубоко по поводу автоматизации производственных процессов и роботизации. На нашем предприятии, конкретно на предприятии Металл-Х, в инвестиционный пакет следующего, 25-го года, мы включили приобретение такого оборудования. Но также я хочу сказать, что все-таки можно купить какое угодно оборудование, внедрить какие угодно процессы технологические. Но без людей правильно управлять ими невозможно. Я думаю, коллеги со мной согласятся. И здесь основной вопрос, который задавался на форуме, если 4 года назад мы задавали вам вопрос, где взять деньги, то сейчас мы задаем вопрос, к какому регулятору обратиться и кто будет обучать эти кадры. Каким образом это внедрить в поезд, идущий на полном ходу, без разрушения тех процессов, которые у нас существуют и выстроены. Вот я как раз и подхвачу, собственно, почему я не уступила место, потому что наше предприятие, отрасль, живые и роботы, как-то мы достаточно далеко еще друг от друга. Но мы тоже внедряем автоматические какие-то вещи, автоматизацию, чтобы сократить количество персонала. И вот как раз совсем свежий пример. У нас на прошлой неделе приехал из Новосибирска новый станок, гибочный. Производство очень хорошее, специализируется на подобных станках. Заранее мы планируем, где мы его разместим и как мы будем перестраивать наши технологические процессы, потому что этот станок будет делать то, что до этого делали пять человек, причем на разных заводах. Я обращаюсь к заводу-производителю, поставщику оборудования, говорю, все прекрасно, вы мне прислали, как работает станок, место размещения. А пришлите мне и расскажите мне, как должна быть выстроена технологическая схема. То есть изделие, которое он нагнет. Представляете, автоматический станок, он нагибает некую петлю. Что дальше с ней происходит? И мне производитель говорит, а мы не знаем. Дальше каждый решает сам по себе. То есть станок петлю согнул, она упала и дальше... Они, видимо, предполагают, что какой-то подсобный рабочий это все дело собирает с пола и складывает в какие-то кагаты. То есть, и вот я сидела, смотрела выступления по поводу роботов и думаю, вот, наверное, нам нужен робот, который будет с пола своей механической рукой вот эти петелечки собирать и складывать в кагаты. Потому что не предусмотрено, хотя, может быть, конечно, есть в линейке где-то на мировом рынке, у китайцев, у каких-то других производителей, полный автомат. Но там цена просто абсолютный космос, и нам, конечно, это не следует. Я даже могу подсказать, кому можно будет обратиться. Я тут вынужден согласиться с нашими прекрасными дамами. Ситуация выглядит следующим образом. Действительно, на рынке за последнее время появилось достаточно много компаний, поставщиков оборудования, компаний интеграторов. Сейчас существенное снижение произошло стоимости этой роботизированной техники. То есть за последние три года действительно технологии шагнули. Мы это видим прекрасно. Если там ячейку мы оценивали в 50 миллионов рублей в 2020 году, то сейчас это 30 миллионов рублей, 20 миллионов рублей. Но полноценный ячейк, который заменяет какой-то участок, допустим. Соответственно, действительно, продать многие компании нам могут это оборудование. А как его настроить, внедрить технологическую цепочку, это вопросы. И есть примеры уже предприятий Тверской области, которые купили себе это оборудование, поставили, и оно стоит успешно. Потому что нету квалифицированных кадров, которые смогут... То есть не работает, стоит. Стоит, да. То есть либо работает, но не так. Но в конкретном случае оно просто стоит, потому что не смогли донастроить его под задачу серийной продукции, которая выпускается на предприятии. То есть и это тоже проблема. И мы ее также решали на этом мероприятии. Все-таки сейчас необходимо работать с профессионалами, которые смогут под ключ внедрить, а не просто поставить единицу вам и сказать, разбирайтесь. То есть это тоже важный вопрос. Ну и возвращаясь к кадрам, то есть помимо автоматизации, это понятно, что одно из решений. Но и в частности в промышленности это, скажем так, не единственное направление, на котором работают и руководители предприятий, и мы, как институт поддержки. Первое, популяризация технологических специальностей. Так или иначе, мы должны с вами отдавать себе отчет, что роботов этих необходимо обслуживать. Это инженера, конструктора, да, это программисты. То есть с этим дефицит тоже у нас сейчас испытывается. Второе, что приятно замечать, на предприятиях на многих условиях труда стали догонять. То есть сейчас уже мы видим спецодежду, мы видим хорошее, условно говоря, помещение общего пользования. То есть это тоже важно, это промышленникам нашим огромная благодарность. И третье, это заработная плата. Опять же, за последние два года, начиная с 2021 по 2023, мы видим существенный рост заработной платы в промышленности. Отчасти это благодаря возможности повышать добавленную стоимость продукции. Отчасти это конкуренция за кадры. И все это также было и обсуждалось на нашем мероприятии. И это, скажем так, план на ближайшую перспективу. Что касается фонда, мы тоже... Я вас перебью, у нас в ближайшую перспективу. Реклама, три минуты, не переключаясь, потом продолжим. Мы сегодня обсуждаем очень важную такую тему, как найти где-то рабочую силу, кроме того, еще и роботов. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня». Говорим сегодня о роботизации, автоматизации производства. Является ли это выход из той ситуации, которую, как вы слышали, гости наши все дружно говорят, что нехватка рабочей силы. Причем последние два года. Скажите, уважаемый гость, но я лично вот эти все стенания про нехватка рабочей силы слышал не два года. Вот и 10 лет, и больше. Давно. Вот сектор именно реального производства жалуются все. Начиная от крупных наших монстров, он называется, промышленность, там наши вагоностроительные заводы, заканчиваясь небольшими предприятиями, все говорят одно и то же. Нету людей. Само собой их нету, идеальных, замечательных. Да, стоит отметить, что их не просто нету, на текущий момент дефицит кадров оценивается в районе 16 тысяч человек. В регионе. В регионе, да. И это, скажем так, сухие цифры, скорее всего, в реальности их больше. То есть это около 20. Вот, и, конечно, автоматизация не решит вкупе эту проблему. То есть это существенное количество людей, которого нам не хватает. Вот, опять же, по оценкам нашим, которые мы делали для другого мероприятия, вот, если брать сухие цифры, то 500 миллионов рублей способны заменить около 160 человек всего лишь. Соответственно, ну, надо понимать, какие должны быть объемы эти инвестиции, чтобы нехватку кадров компенсировать в размере 16 тысяч. Это раз. Плюс у нас все-таки есть отрасли со всем ручным трудом. Да, это лесоперерабатывающий комплекс. То есть действительно очень много сложной ручной работы. Вот, сейчас у нас уже есть такие проекты, которые позволили нам внедрить какие-то автоматизированные решения на предприятиях, в том числе в Нелидовском муниципальном округе, городском округе. И вот в продолжение этой концепции фонд эволюционирует в своей деятельности, изучает потребность предприятий. Сейчас мы разрабатываем новую программу финансирования, как раз-таки направленную на роботизацию промышленности. Эх, станок мы рано купили. Надо было попозже за счет фонда. Вот, соответственно, если наш подход раньше был это сохранение занятости, то сейчас мы понимаем, что нам необходимо компенсировать своими решениями отсутствие необходимого количества людей. Ну вот, честно говоря, мне кажется, еще один момент, потому что вот деньги, и Лена сейчас сказала это, что деньги-то есть, и сейчас это уже не проблема, а проблема именно волшебное слово интегратор. Роман, ты знаешь, что такое интегратор? Не знаю, теперь уже не знаю. Ты знаешь, вот, например, есть программа, которая пишет программное обеспечение, с этим большинство людей сталкиваются. Ну, то есть ты купил какую-то программу, 1С, ну, для бизнеса многие ведут, там еще что-то. Тебе поставили на компьютер, но кто-то должен помочь адаптировать твои процессы, учетные и организационные, к использованию этой программы. Потому что просто так человека, который привык от руки, например, составлять отчеты или считать дебет с кредитом своим, ты посадишь, он будет смотреть, ой, какая классная штука, но при этом оно работать не будет. То есть должен кто-то помочь вот это бумажное перевести в цифровое. Ну, вот сейчас цифровизация, да? И та же самая история с промышленностью. То есть мы можем купить замечательного робота. Нам даже бесплатно его могут подарить. Да, какой добрый. Фонд в тестовом режиме скажет, хотим вам подарить. Либо партнеры, да, у нас тоже такие есть. Все замечательно. Останок поставят, вот только что сказали о том, что стоит робот. Купили, а он стоит. Почему? Потому что сам по себе робот, он ничего не сделает. Мало того, что его надо научить, объяснить, ну, запрограммировать, сказать, как делать. И встроить в процесс. То есть вот мы на форуме видели, нам показывали видео. Робот что делает? Он берет и перекладывает. С конвейера вышли мешки или что-то, ящики с чем-то. Он берет и укладывает на палету. Причем укладывает по-разному, в зависимости от того, какая палета подошла. Отправляет в разные стороны. То есть он заменил вот этого грузчика или человека, который вручную это все делал. Но если палеты какого-то другого размера, и приезжают они не справа, а слева, то нужно это дело перепрограммировать, перестраивать. И вот здесь как раз и встает ситуация, что кадров, которые умеют это делать, их нет, их не готовят. То есть нету такой дисциплины, специальности. Пригласи в следующий раз наш технический университет и спроси, есть ли у вас такая специальность, где готовят вот этих вот технологических интеграторов, которые смогут построить. Их же даже в программировании нет на самом деле. Мы вынуждены сами свои процессы, у нас есть прекрасная программа 1С, и мы вынуждены сами адаптировать наши бизнес-процессы бумажные и переводить их в цифру. Вот сейчас станок, я про который уже говорила, мы сейчас собираемся и выстраиваем технологические цепочки и думаем, какие нам делать контейнеры, кагаты, приспособления, чтобы вот это все быстро собирать. То есть нам никто не дает готового решения, мы сами его придумываем. Ситуация в том, что потом другой железобетонный завод на другом стороне нашей страны купит такой же станок и будет абсолютно с той же самой проблемой биться. То есть по уму этот тот производитель станков должен над этим озаботиться. Вот поверь, я обязательно пойду в командировку, планирую на ближайшее время побывать в Сибири, и я до них донесу, я им расскажу, дам наше решение, бесплатно дам. Ребят, тиражируйте, чтобы хоть немножечко, хоть на йоту чуть-чуть поднять вот этот общий уровень. Потому что если у меня есть инженеры, то на другом предприятии их просто может не быть. Вот таких вот вдумчивых, которые умеют вот эти процессы и понимают, как машины работают. Я добавлю, прям озвучу боль, потому что мы, как производственники, сталкиваемся с подобными проблемами ежедневно. Живой пример. У нас очень много компаний-партнеров, для которых мы производим, особенно в машиностроительной отрасли, компоненты. И у них тоже также есть свое оборудование, приобретенное, например, у производителей, неважно каких, не российских. И зачастую, помимо вот именно запуска, внедрения, обучения, они сталкиваются с огромными проблемами сервиса и дальнейшего обслуживания этого оборудования. Это касается всего, в том числе и роботов, и автоматизации, и так далее. И одна из ключевых проблем – это программное обеспечение, которое является зачастую эксклюзивным у конкретного производителя. То есть это сервис. Для того, чтобы в случае каких-то проблем вызвать сервисного инженера из той же Турции, Китая и так далее, приходится зачастую ждать по несколько месяцев. А это прямые убытки производства, прямые абсолютно. В прошлом году, когда, вернее, даже не так, позапрошлом году, мы являемся постоянными участниками отраслевой выставки металлообработка. Каждый год на протяжении уже более 10 лет, сколько существует наша компания, мы принимаем участие. В позапрошлом году, честно говоря, моя душа радовалась, когда мы приехали на металлообработку. И мы вживую увидели производителей российских и разработчиков подобного оборудования, программного обеспечения. Честно. Вот мы увидели, что эти люди существуют действительно, и что происходят процессы. Они настоящие, правда. Мы обменялись контактами, опытом. Но когда мы появились на выставке в прошлом году, это реально был какой-то китайский рынок. Я прошу прощения. Эти единицы российских производителей, разработчиков, они просто растворились и стали невидимыми. Мы, как производственники, как промышленность, мы настаиваем на том, чтобы именно финансирование. И сейчас мы уже видим, что это происходит. Судя по данным министерства наших сахарных ведомств, огромные запланированные финансовые ресурсы. Насколько я понимаю, до 2030 года мы должны войти в 25 стран-лидеров по автоматизации и роботизации, наряду с другими ведущими компаниями мира. И беспрецедентный бюджет, насколько я знаю, именно для вложения в российских производителей, разработчиков программных обеспечений. Мы с этим, как компания, обладающая инженерным конструкторским подразделением очень серьезным, сталкиваемся постоянно с проблемами, возникающими. Мы работаем все в одних системах. Но, к сожалению, на текущий момент времени эти все программные обеспечения, оно импортное. И в этом плане основной упор необходимо, помимо автоматизации, делать на подготовку именно собственного продукта, качественного, адаптированного под нашу промышленность, под наше оборудование, а также этих кадров инженеров, конструкторов. И правильно мы здесь сказали, популяризация данных видов профессий. Да, стоит отметить, в принципе, в нашей системе Российской Федерации очень сильно просело за последние десятилетия производство средств труда, то есть танкостроение. Колоссально. Да, то есть мы потеряли действительно этот рынок. Соответственно, он был наполнен европейским оборудованием, тайским, китайским и прочим. Но на сегодня мы действительно видим, даже куда далеко ходить, наш Тверской станкомашкомплекс. Предприятие, которое по своей сути когда-то начинало продавать станки, сейчас оно локализовало огромные мощности на территории города. И уже практически, помимо крупного узловой сборки, отшляет и переработку. И что самое важное, после ухода с отечественного рынка таких именитых производителей числового программного управления, как Сименс и Фанук, станкомашкомплекс запустил свое программное обеспечение, которое уже готов ставить на свое же оборудование. Дополнительно, понимая дефицит операторов станковщиков, станкомашкомплекс в партнерстве с нашими университетами и СУЗами, на своей территории организовывает обучение специалистов. То есть изначально мы уже стараемся готовить кадры прямо на выходе из средних специальных учреждений или там вузов. И это тоже немаловажно. Станки сейчас мы даже научимся делать, людей нет на эти станки. То есть действительно, по пути, которому многие идут, не просто привезти откуда-то что-то и поставить, а локализовать, разобраться, копировать, возможно, возможно, что-то доработать, это единственный правильный путь. Ну, скажите, тоже вот я уже слышу, давно вот это, опять-таки, стоны производителей, конкретно там средств и так далее, что нет людей, что готовят, либо не готовят, либо готовят, но не тех. Почему до сих пор не получается наладить какую-то вот это взаимодействие нормальное с техникумами, с Тверским техническим университетом и так далее? Почему? Вот я это слышал, я говорю, который год, и вуз, и ныне там. Всякий раз приходит ко мне и говорят, или я приезжаю на предприятие, говорят, нам нету, 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 а если приходит, то ничего не умеет, и приходится произносить сакраментальную фразу, забудьте все, что вас учили в вузе, будем учить заново. Почему? Я могу ответить на этот вопрос, может быть, не напрямую, но косвенно. Два года назад, когда, ну, надо сказать, что наша компания ежегодно, несмотря на все сложности в реальном секторе экономики, расширяется и инвестирует, да, мы расширялись, очень серьезно переехали на новую производственную площадку, вот, мы столкнулись с тем, что, да, мы приобрели оборудование, новое, высокотехнологичное, с ЧПУ, а работать на нем некому. Мы, так же, как и очень многие компании, работающие в нашем сегменте, обращались в учебные заведения, на заключенные договора, да, расклеивали объявления в том же университете, обращались на кафедры, но я могу сказать, что коэффициент конверсии из этого, ну, он цикнул. Поэтому я, как руководитель компании, честно говоря, начала испытывать комплекс неполноценности и думать, ну, в чем же проблема, может быть, что-то в нас. И в этой связи я еще, мои сотрудники, руководители некоторых подразделений прошли обучение по вопросу именно найма персонала. Обучение было длительное, это было полгода. Оно стоило хороших, приличных денег, в результате которого, в общем-то, наши партнеры разъяснили нам реальную ситуацию на рынке труда, то, что мы еще не знали. Мы сегодня, в частности, коснулись, да, демографической истории, истории с СВО и прочей, да, непопулярностью профессий и так далее. Но, и даже в этой ситуации можно работать с кадрами, и нужно это делать. Но мало кто знает, как. Данное обучение позволило нам прокачать свои навыки по найму специальностей, которые являются непопулярными. И даже, что скрывать, у нас городообразующее предприятие, вагонзавод, группа компаний КСК, которые, в общем-то, в условиях нехватки кадров и так высасывают оставшиеся, да. Но даже в этих условиях мы смогли закрыть такие вакансии, как инженеры-технологи, конструкторы, которые мы два года не могли. Здесь очень важно не упускать именно эту составляющую. Мы научились анализировать рынок труда. Мы научились предлагать иные от других условия, да, и составлять конкуренцию. В настоящий момент времени я могу сказать, что на 90% мы укомплектованы, ну, с учетом того, что рост происходит постоянный, мы укомплектованы кадрами. У нас нет текучки, стабильная заработная плата и условия труда. Вот. Поэтому, что я здесь хотела сказать. Необходимо повышать уровень образования именно и в этом направлении. Почему? Потому что, да, как вы, Игорь, сказали верно, за последнее время вырос уровень заработных плат на производственных. Но какой ценой? Это демпинг, это переманивание, это не экологичная конкуренция. А для того, чтобы мы экологично конкурировали, необходимо получить новые знания. Потому что так же, как и все остальное, система найма сотрудников, да, предоставления условий труда, она тоже претерпевает эволюцию. И я хочу сказать, что для нас это был глоток свежего воздуха, честно. Мы, помимо всего прочего, еще участвовали у этих же партнеров на форумах, буквально перед Новым годом в Москве, они регулярно. Там мы еще прокачали свои навыки, в том числе и, ну, это напрямую имеет отношение к роботизации, автоматизации, в частности, применение искусственного интеллекта в замене очень многих профессий в будущем, которые просто перестанут существовать. Я могу сказать, что благодаря этому обучению мы сформировали грамотный HR-отдел, наняли сотрудников, которые хорошо, качественно выполняют свою работу. И потестировали, кстати, искусственный интеллект. Я хотела вернуться немножко назад на производственную почву. Опять же, про кадры. Роман, постоянно говоришь о том, что мы ноем, мы не ноем. Мы справляемся, потому что, да, это трудности, которые возникают, не без них. Но я хочу сказать, что роботизация, автоматизация, в первую очередь, и любой промышленник ее будет рассматривать, Елена подтвердит, не как способ с кадрами. Это такой, так скажем, приятный побочный эффект. Отнюдь нет. Для чего? Повышение качества. В разы. Потому что, когда у тебя операцию выполняет живой человек, живой человек устает, у него могут руки трястись, он может просто быть в похмелье с утра. Ну и такое тоже бывает. И деталь выйдет, чуть-чуть загнется не туда, что-то. И потом, впоследствии, особенно если мы говорим про машиностроение, где должна быть точность, это все может сыграть, и ракета не взлетит или упадет. То есть все, что угодно может быть. А когда мы ставим автоматический комплекс, который взятки не берет, не пьет, не курит, работает, то здесь уже можем говорить... В отпуск не просится. В отпуск не просится. Мы можем говорить о стандарте, что оно все будет... Хотя не все так чисто и гладко, на самом деле, как выяснилось. Опять же, возвращаясь к волшебному станку, я сегодня про него буду говорить. Я говорю, как здорово, мы один раз занесем, и он будет нам гнуть детальки прям нужного радиуса поворота. А мне говорят, нет. Дело в том, что когда вы покупаете проволоку, проволока может быть тоже чуть-чуть помягче, чуть-чуть пожестче. Это незаметно, даже пробами можно это не определить. Но станок чувствительный, это почувствует, и будет, наоборот, либо лишнего перегибать, либо... И там придется корректировать постоянно вот этот вот момент. Ну, думаю, ладно, хорошо, с этим будем учиться корректировать. Поэтому, в первую очередь, мне кажется, нужно говорить об этом. Мы о станке задумались, когда нам потребовались гнутые элементы определенного профиля, и когда мы посмотрели, сколько они стоят, если покупать где-то на стороне. Поняли, что нам их нужно очень много, и нет смысла переплачивать лишнее, лучше все-таки организовать производство у себя вот таких элементов. А бывает ситуация, наоборот, когда заказ небольшой, и элементов нужно совсем мало. И вот тогда имеет смысл обращаться к другим компаниям и перестраивать процессы. Вот тоже о чем надо говорить. Купит себе Елена замечательный станок гибочный. Вот у меня станок гибочный, он 2D гнет в одной плоскости, нам больше и не надо. А у нее есть станки, которые гнут 3D. И мне потребуется объем, ну, ограниченный объем каких-то деталей. Варианта два. Либо я ставлю человека, он у меня в ручном режиме то, что нужно делает, либо я оформляю заказ, мне просчитывают. И если цена работы будет, по сути, зарплата этого человека с соцналогами и накладные, которые я всегда не шу, имея этот, ну, сотрудник, ну, это все, что связано с охраной, труда, обеспечением, там, все, что угодно. Если это будет стоить столько же, когда я буду делать у нее, я с удовольствием размещу заказ там. Я не буду сама делать, я не буду выводить человека во второй, в третьей смене делать. И здесь надо говорить о том, что еще один из важных моментов, который роботизация позволяет, именно налаживать вот эти кооперационные связи между предприятиями разных отраслей. И это очень важно, почему? Потому что мы привыкли, вот все советские заводы, они все у себя имели отдельный цех такой-то. Я еще помнится, да, когда была и социалка. У нас до сих пор сохранился, например, деревообрабатывающий цех. У нас люди делают поддоны. Хотя на самом деле есть компании, которые делают этот подвор, автоматически у них стоят статей, они очень быстро делают. И мы сейчас уже, слава богу, у меня снабжение научилось, мы сейчас основную массу поддонов закупаем на стороне, и только какие-то там нестандартные вещи делают наши плотники. То есть уже шажок к этому сделан. Сейчас вот по металлообработке мы тоже работаем с разными компаниями. Вот теперь узнали про существование еще одной предприятия, специализирующего на металлообработке. Тоже будем пробовать. И вот это сложно. Почему? Потому что промышленники сидят, варятся в своей бизнесе, и они даже не знают, что можно вот это выстроить. И хорошее, опять же, дело вот эти… Я про встречу, мы же… Все, с чего началось. Встреча с промышленниками, предпринимателями. Да, тема робототехника, но с другой стороны, здесь очень здорово, что есть вот эта площадка, где мы можем общаться и рассказывать, а как у нас. А вот смотрите, и причем даже… Ну, там пример был КСК, опять же, мы говорим, это монстры. Нам маленьким среднячкам, нам, конечно, туда сложно. Но вот я встретила руководителя Ржевского КСК, завода абсолютно такого же, как мы специализируемся. Мы с ним обсудили, поговорили. Я ему рассказала какие-то моменты, которые мы сделали. Он заинтересовался, я ему поделилась, скинула информацию. Он будет дальше с этим работать и, может быть, тоже сделает какой-то небольшой шажок. А если бы мы не встретились вот на этой площадке, ну, я думаю, что уже эта информация бы просто ушла, и не было бы у него возможности чуть-чуть улучшить свое производство. Мне кажется, вот это тоже очень важный момент. Ну, тут стоит отметить, ну, фонд-то и является одной из направлений наш. Это как раз-таки создание кооперации в регионе и вот эти знакомства. Однако раньше все-таки руководители предприятий несколько стеснительно, скажем так, относились к показать, а мало ли уведут клиента, а мало ли секреты. Сейчас это несколько вот ушло. То есть все понимают, сейчас, скажем так, проблем со спросом на продукцию практически нет ни у кого. Вот, то есть мы это видим. И там конкуренция, условно говоря, за какого-то там клиента, да, она есть, но она разумная. Вот. И вначале, да, вот то, что вы сказали, действительно, все-таки предприниматели, это в первую очередь про деньги. И во вторую уже про социальную ответственность, там, о какие-то там тренды общие, мировые. И вот эта роботизация, действительно, когда у вас поточный серийный продукт, она даже в первую очередь не для замены людей, а для того, чтобы продукт отвечал заявленным стандартом. И сейчас, как раз-таки, фонд в развитии промышленности совместно с одним из интеграторов известных реализует пилотный проект на Лихославовском радиаторном заводе с точки зрения вот внедрения сварочного комплекса. Нам интересно просчитать экономику, насколько этот шов сварной, да, будет дешевле. И будет ли дешевле? Будет ли он отвечать требованиям стандартов качества? То есть это все немаловажно. Потому что, если ваша автоматизация, она только увеличит расходы компании, то... Суммарно. 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 Вроде мало, а там... Да. Вот. То, конечно же, она никому не нужна. Вот. Поэтому это тоже немаловажный момент. Вот. Что хотелось бы добавить. Я слышал, кстати, про такую тему, что далеко не всегда станок в итоге обойдется дешевле того рабочего, который болеет, опус и так далее. И тем не менее. Согласна с этим? На самом деле, есть. Больше скажу. Там как-то удалось нам посетить достаточно респектабельное предприятие, которое занимается созданием источников лазерной энергии. У нас находится в Подмосковье. Скажем так, от выращивания кристаллов они занимаются созданием оборудования. Это IPG Photonics, известная группа компаний. Собственно говоря, одну из операций, которую они автоматизировали по плетению оптоволокна, они вернули девушкам. Потому что у сотрудниц женского пола меньше было косяков, чем у машины. А как это? Ну, вот так вот. Косы мы плетем лучше, чем машины. Вот. Собственно говоря, это прям пример. А как это объяснить, правда, с точки зрения, вот только что говорили, столок, он все четко... Это магия, как бы, это магия. Не знаю, отказ. Что это, махалай-махалай? И сам владелец, к сожалению, ныне покойный, в 2020 году ушел из жизни. Насколько достоверной информации, сказал, чтобы на этом участке работали только женщины, никакой автоматизации и мужчин. Я небольшую ремарку, да, в наш плюсик, в наш огород, да. Буквально недавно, на прошлой неделе, с нашими партнерами из Торжка прошла встреча. Они также испытывают кадровый голод глобальный. И они говорят, что у нас на производстве мы привлекли за последнее время 40 девушек. Причем они работают на станках с ЧПУ, механообработка, фрезеровка. И они говорят, мы молимся каждый день. И говорят, конечно, работают лучше, чем даже мужчины. Ответственность держатся за рабочие места и так далее. Это вот такая небольшая ремарка, которая вспомнилась по поводу, да. Так, кстати, и хороший этот момент. Автоматизация, роботизация, она как раз расширяет области возможной работы женщин на промышленных предприятиях в тех отраслях, которые традиционно считаются мужскими. Безусловно. Видите, как я точку попала. Потому что ЧПУ, да, то есть кнопочки, у женщины пальчик даже меньше на этот пультет набивать, чем, как вариант. Это такой тренд есть, действительно, подтверждаю. Подтверждаю. А женщин у нас больше, поэтому им нужно давать работу. А кто мне дает там? И тут вот стоит отметить, таким вот активным, как Анна Александровна, вот действительно мы благодарны предпринимателям, которые участвуют во всех мероприятиях, поддерживают все повестки, постоянно в активном, скажем так, в активной жизненной позиции, проактивной. То есть, действительно, вот благодаря таким людям наше сообщество, оно развивается регулярно и пополняется новыми участниками. Ну, на самом деле, это так и есть. Потому что нужно делить. Другие скажут, что там такое опять говорили, а ты рассказываешь, слушаешь, послушает, и в следующий раз приедет, и действительно что-то найдет, что-то увидит, там совместит. Поэтому, да, это тоже важно. Нет, встреча действительно пользуется популярностью. Я сам присутствовал. Ну, яблоко было, прямо с моим словом, негде упасть. Вот, ты вообще стоял. Но когда фонд начинал, только эту концепцию лидера промышленности, было достаточно тяжело всех позвать. То есть, мы лично обзванивали, практически уговаривали на первых этапах, а сейчас достаточно одного сообщения или письма, даже по электронной почте. И уже я... Скоро отселывать будут тех, кто... Вот. Только по билетам, да. Вот. За угольщик. Это здорово, на самом деле, что есть, потому что не во всех регионах такое сообщество есть. Вот. И поддерживается. Поэтому спасибо, да, еще раз. Спасибо вам за то, что вы организуете такие встречи. Вот только Елену не позвали. Нет, позвали, видимо. Но ведь нам были свои. Нет, я была в командировке. Да, по поводу того, что нужно встречаться и общаться, я вот совсем недавно тоже проводила мероприятие, ну, мое, как бы внутреннее, потому что озаботилась тем, что у нас в регионе, ну, промышленность-то мы все собираем, а помимо промышленности есть, например, строители. Вот. И есть проектанты. А это та как раз отрасль, на которой мое предприятие работает, да, есть железобетонный завод, мы производим ровно то, что запроектировали, то есть нарисовали, запроектировали. А дальше строители это должны построить. И, к сожалению, получается ситуация, что мы, как промышленность, находимся в министерстве промышленности, где есть фонд, где есть лидеры промышленности, а проектанты и строители, они совершенно в другом министерстве. Но, опять же, мы живем-то в одной стране, в одном городе, нужно общаться. И я организовала вот это мероприятие, я пригласила и строителей, и проектантов. Также в центре мой бизнес нам предоставили зал, и я и мои коллеги, мы рассказывали о том, какие новые номенклатуры железобетонные мы освоили, какие мы объекты взяли, какие интересные моменты. Ошибки в проектной документации тоже, их сейчас достаточно много, потому что очень много индивидуальных изделий. Проговаривали, рассказывали, рассказывали тонкости по прочности бетона, потому что сейчас environment, окружающая среда у нас все более и более негативно. Я имею в виду зимой, чем поливают дороги, сейчас, скорее всего, про конкретику. И сейчас удивляются, почему разрушаются бетонные бордюры, ограждения или еще что-то. А потому что при проектировании не учли, что будет очень агрессивная среда контактировать с этим бетоном, и не заложили повышенные характеристики бетонной смеси. И мы об этом кричали с трибуны, говорили, ребята, если вы для дорог что-то проектируете, пожалуйста. В цене разница копеечная будет, но зато конструкция потом разрушаться не будет. И очень хорошо это мероприятие было воспринято, я думаю, что мы будем и дальше это производить. Но вот эта связь между отраслями, между разными ведомствами, между разными, то есть это важно, нужно, и это приведет к общему процветанию. Я уже не буду говорить странно, но региону уж как минимум, это точно. Ну, мы, конечно, должны добавленную стоимость и денежные средства оставлять внутри региона, в первую очередь. Само собой. Тут стоит отметить, что фонд, хоть и развитие промышленности наш, но мы сейчас активно финансируем, в том числе, строительные компании, есть у нас ряд программ, и уже, в первую очередь, компании, которые работают по госконтрактам. И уже мы видим тренд, что локализуют свои закупки на территории региона предприятия, потому что действительно, обращаясь там, один из застройщиков, обращаясь к нам с целью финансирования, мы узнаем всегда, где что покупается, сырье, материалы, блоки и так далее. Понимаем, что ту же доску там для крыши предприятие покупает в Подмосковье. Учитывая наш лесопромышленный комплекс региональный, конечно, мы нашли даже более выгодные условия и с, скажем так, оперативными поставками предприятий в регионе, которые, скажем так, уже, мне кажется, уже на протяжении полугода вот работают с данным застройщиком. Также крупный застройщик Талант. Мы также с ним взаимодействуем, соответственно, в части помощи по поиску того или иного оборудования или материалов на территории региона. И это все, скажем так, в штатном режиме мы сейчас реализуем. Плавное, от роботов опять уехали. От роботов. Поддержка. Ну, у нас достаточно широкая, так скажем, повестка, поэтому это все важно, безусловно. Тут и сфера услуг подтягивается, и полиграфия. То есть, кажется, полиграфию все забыли. То есть, на самом деле, полиграфия — это не ведомство, тоже Министерство промышленности, это Министерство цифры. Да, как бы, хотя, по сути, это производство. Это производство. В чем логика, правда? Почему Министерство цифры? Ну... Это же самое настоящее производство. Вот, да. Ну, вот есть такое. Потому что слово печатное контролирует. Да. Оно еще имеет силу. Да, вот. Соответственно, и также сейчас это тоже огромный сувенирную продукцию наши предприятия делают. Какие-то там брошюры. Также мы столкнулись с тем, что в других регионах размещают заказы. Хотя у нас есть предприятия, которые готовы по тем же, условно говоря, деньгам, но в кратчайшие сроки необходимый объем полиграфии давать. Твер вообще считается сейчас полиграфической столицей страны. Да. Потому что нет таких больше городов, где было бы сразу три крупных полиграф-комбината. Раньше там же Туча-Смоленск, но сейчас вот, по-моему, на «Коммерсанте» я статью большую читал, или «Форбс». Вот, то есть Твери считается вообще... Разграничить, да. Есть, условно, книга журнала печатания, есть полиграфия в части упаковки и сувенирной продукции. То есть такие разные направления, которые не пересекаются. И оборудование разное, и специфика бизнеса там абсолютно разная. И заказчики, что самое главное, абсолютно из разных сфер. Действительно, у нас сейчас потенциал по печати очень большой. Мы видим, что предприятия развиваются. Огромное количество примеров. Это «Альба плюс», и это «Принт дизайн», которое также налаживает цепочки поставок и реализации в регионе. То есть и пищевая промышленность у нас активно пользуется услугами данных компаний. Хотя и какую-то часть заказывали раньше в других регионах. Под это же, чем больше заказов, предприятие обновляет свои основные фонды, обновляет оборудование, строит здания. Это оборот, тот самый пресловутый оборот, чтобы не стоять на месте. Время тоже не стоять на месте. Наш эфир подошел к концу. Скажите, последний вопрос. Дамы, Аня, вот ты-то как прикидывала, сколько процентов рабочей силы ты сможешь высвободить, если максимально автоматизируешь? Не прикидывала. Не прикидывала абсолютно. Мы тоже не прикидывали, но все равно я хочу сказать, что мы здесь помимо автоматизации и роботизации затронули очень важную тему. И ее итог таков, что люди все равно работают с людьми. И очень важно нам общаться и повышать свою информационную грамотность. Поэтому, несмотря на то, что роботы, может быть, и заменят людей, но в любом случае без энтузиазма человеческого нам никуда. Эмоции и прочее, я думаю, что... Поэтому, да, давайте встречаться, давайте обсуждать все проблемы, проблематику. Будем на связи. И, да, всем... В общее благо. В общее благо, да. Спасибо большое, была тема дня. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова